привет друзья подписчики на канал созреть и сегодня на дате готовить будем караси горячего копчения думаю будет вкусно и двух вам надеюсь будет тоже терять и свежие настолько свежие что живые и сейчас мы будем готовить так как чистить карася сейчас покажу более ребятам живой короче кто сильно сердобольный перемотайте там на пару минут видео сейчас я быстренько все это сделала и покажу поехали первонаперос карася нужно снять чешую чешую снимайте лучше не острой частью ножа тупой когда-ка рыба свежая это делается вообще без проблем я на даче у меня тут можно маленько посвинячить вороны придут все расклеют крошки кошки придет подъедят так что ничего не не пропадет так вот видите чешую мы сняли с караси ноги отрезают хвост голову плавники друзья я ярый сторонник не сторонник этого метода чтоб все отрезать тому как блюдо хорошие из рыбы это не только вкусно да должно быть но она должна быть еще и красиво а когда рыбка целенькая на столе на тарелок мне кажется то гораздо красивее смотрит и смотрите внимание брюхо почистили вот здесь вот здесь у нее есть такой как бы броня подчищаем этот плавничка делаем небольшой надрез и просто рукой отрываем этот 10 чешуи не чистишь теперь поднимаем жабры пальцами вот сюда поднимаем пальцем ход удалили птичка удалили дальше ополоснули чешуи все рыба почищена от чешуи здесь у меня баночка небольшая заготовка это небольшая луковица без соли бичу просто подумал заготовил в эту баночку будет складывать икру если на конечно будет на эти берем караси будет себя и вот так вот надрезаем надеюсь вводить у него в груди живут обратно приподнимаем внутренности вот и края елем икру и пузырь обязательно вставляем это вкуснячья штука все стараюсь готов час надо будет помыть естественно и еще чтобы в нем не было костей нужно обязательно его шинка я это делаю от хвоста мне просто так удобнее берем нож и делаем меленькие такие надрезы до позвоночника вы почувствуете как нож у вас прорезает эти маленькие тоненькие косточки прорезано все до позвоночника чем меньше вы сделаете этот надрезы тем меньше практически очень нибудь костей вообще сто процентов костей пропадает полностью друзья подготовка готова сейчас я сделаю с разными красами то же самое помою эту рыбку и продукцию рыба подготовлена помыта почищена пошелковано меленько все времени ушло это буквально пару минут с карачками делаем то же самое абсолютно сейчас займемся начинке я сейчас остановлюсь отдельно я думаю здесь суть понятна хотите можете сверху посыпать черным перцем но я перец уже добавлю во внутрь в начинку тогда не будет гореть а будет как бы изнутри пропитывать рыбу будку переходим к начинке икра с карасей лучок я взял синий красный не такой ядреный пузыри нужно проткнуть и вилкой все это дело хорошенько перемешать карасями хочу сделать ароматную интересную штуку ребят это черемша нету черемши ничего страшного начинить можно смешать отварной рис икру и мелко порубленные зеленый лучок сверху тоже будет отлично меленько их поконсаем и закинем готова пошла икру теперь все это дело солим добавляем как я говорил черный перец вот так добрый к черного перца два сырых яйца на такой объем начинки заправки яйцо все это дело у нас свяжет как бы в одно целое все это дело размешиваем вот такая ароматная очень вкусная начинка для наших копченых карасей у меня да и у вас получится без проблем грудь и немцу заменяет рисом и зеленым луком будет тоже офигенно все готово выглядит пока не очень красиво аппетитно но пахнет это уже здорово друзья ну коптите буду вот зарабанивать на зеленых веточках груши для аромата буквально одну веточку смородины здесь уже сами кому как что нравится какие деревья спу здесь все понятно сейчас будем фаршировать рыб пока там все суда делал костюм с этим не уже горит прогорает берем карачик вот видите я резал с одного боку для того чтобы у нас один брюшка как бы так вот выпирал мы положили разрезали у нас один получается кран больше он как бы сюда завернется и нас начинка не будет выпадывать маленький не когда вы делаете фаршировано но и все заполняем начинкой карасика он заполнили подвернуть можно его и укладываем на решетку ведь как бы кармашек такой сейчас ребят но я думаю здесь все понятности со всей рыбой делают то же самое сейчас распределю равномерно начинку по всей и наш друзья видите уложу за счет того что край брюшка у нас больше ничего не выпадает где-то прикрылась даже все все начинки хватило в аккурат и в сазанчика запихнул и в карасиков сейчас накрывают это дело крышкой и несем на костер и шарабаны водрузил не делайте слишком большой костер ведь у меня уже дрова кому прогорели почти и такой огонь есть но он не дикий можем никогда сжигает аж шарабана в огне не видно все сгорит костер должен быть умеренный лучше вот такой вот небольшой он пришел он ложь тоже привет людям привет морда привет ладно ну на это уйдет минут 30 времени и еще одна фишка часах начнется дымится вот начинается нагреваете пошел из шарабана дым как насчет хорошо сильно сильно идти нужно будет приоткрыть крышку и выпустить дым чтобы меньше горит а насаживалась на все ждем 30 минут время от времени выпуская при потом открывая крышку выпуская излишки дыма прошло давайте посмотрим что тут получается у нас получается вот что но еще нужно маленько подержать минут на 10 ничего подождем еще не совсем то что я хотел смотрим что получилось получилось вот что меня в принципе все устраивает консистенция но здесь видите можете подержать еще подольше но она у вас будет сухова то так посмотреть на прорези будет видно нет на это же сок ведь рыбка сочная и мягко если подержать дождь на вас просто перестал я бы не рекомендовал долго держать шарабане атаку будет это супер тарелку вы уже покажу что получил эти начинка просто шикарная ну что друзья вот и результат смотрим карась без костей это очень реально или нет лишь реально это очень просто и очень вкусно смотрите рассеяние дневной косточки сами просто вкусно белая я совсем забыл показать вам начинку самое-то главное открываем и корича получается вот здесь вот такая вот офигенная оба очень вкусная штука попробуйте обязательно ладно друзья все заканчиваю это видео всем кому было интересно и полезно ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал из комментариев нажимайте колокольчик еще не пропустим очень еще вкусненькая поймаем приготовим обязательно все друзья всем до встречи и всем пока